Книга «Хоббит. Или туда и обратно» впервые была опубликована 80 лет назад в Англии и сразу стала классикой детской литературы. Ее автор Джон Толкин придумал сказку для своих детей и записал только для того, чтобы не запутаться в хронологии приключений. Незавершенная рукопись гуляла по рукам близких и друзей автора и в конечном счете попала к редактору лондонского журнала. Перед публикацией он отдал почитать ее своему десятилетнему сыну. Он написал небольшой отзыв об этой книге. Отзыв был положительный. Он даже возрастную категорию определил для «Хоббита» от 5 до 9 лет. Английский мальчик в 1937 году. И отметил такой момент, что книга снабжена картами. И это в какой-то мере и степени заменяет иллюстрацию. Джон Толкин фактически стал первым британским автором, который сам иллюстрировал свои книги. Он отправил в издательство несколько самостоятельно нарисованных карт и черно-белых иллюстраций. Советские люди увидели «Хоббита» в образе артиста Евгения Леонова. Именно с него художник Михаил Беломский нарисовал Бильбо Бэггинса для первого официального издания в СССР. Однако при чтении иностранной литературы крайне важен ее перевод. Самый громкий скандал современности прогремел вокруг книг о Гарри Поттере. Передача прав другому издательству и, соответственно, книги, изданные в другом переводе, привели к тому, что старый Расмановский перевод становится теперь библиографической редкостью. И стремятся наши читатели получить именно его. И, кстати, что касается «Хоббита», то тоже таким классическим и удачным переводом считается перевод Рахмановой. Найти канонический перевод вы можете в детской областной библиотеке. На днях ее сотрудники провели исследования среди читателей седьмых-восьмых классов. Оказалось, что молодые люди и девушки с завидной регулярностью берут именно фантастические истории. Это Джоан Роулинг, все книги о Гарри Поттере. Это Эрин Хантер, серия «Коты-воители», и Дмитрий Емиц, книги о Тани Гроттере, о мифодии Беслоеве. Стоит отметить, что фантастика стала не просто жанром. Под этим брендом выступают абсолютно разные истории. В их основе может лежать мифологический мотив, постапокалипсис, научные факты и антиутопии, киберпанк, детектив и даже женский роман. Из зарубежных авторов можно отметить Кристофера Паолини и его историю про Эрагона. Корнелия Функи, немецкий автор, чернильное сердце, ее история, тоже пользуется популярностью. Муни Витчер, она пишет о девочках. То есть это еще одна такая градация этого жанра, истории про Нину. Российские авторы в основном пишут для взрослых. Всемирно известной стала серия книг «Сталкер» о приключениях в Чернобыле. Плеяда авторов под началом Андрея Белянина пишет юмористические романы о фантастическом средневековье. Однако есть и талантливые детские писатели. Это Ле Щерба, то есть ее книги пользуются популярностью. Опять-таки надо отметить, что среди этих книг очень много книг серийных, да, то есть продолжение следует. И дети приходят и очень даже ждут этого продолжения, да. Допустим, Гоглоев тоже зерцали, вот сейчас эти книги выходят. Вот тоже каждая книга прям-таки вот ожидается. В нашем городе тоже живут и творят известные писатели, работающие в жанре фантастики. Так Юрий Манов стал автором сказочного фэнтези, в том числе трилогии о современных эльфах. Галина Романова создала цикл романов «В духе меча и магии». Сергей Панин, а также дуэт Олега Шелонина и Виктора Баженова представляют направление юмористического фэнтези. А автор научно-фантастических рассказов Владимир Голубев печатался у Бориса Стругацкого в журнале «Полдень 21 века». Поклонники саги «Голодные игры», возможно, обратили внимание, что книги на русский язык перевела Рязанка Юлия Моисеенко. Возможно, через несколько лет именно эти имена станут литературной классикой. А вот взять автограф у писателей можно уже сейчас. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».